Привет, друзья! Привет, мои хорошие! Я, наверное, где-то полчаса как встала. Жара, очень несусветная. Так, надо готовить обед. Сегодня готовить обед буду не я, будь готовить у меня дочь. Я сегодня полтею и отдыхаю. Сметану бедные готовим. Я не умею делать. 4 столовые ложки сметаны. Четыре. Три столовых ложки майонеза. Сколько? Три. Слюется. Я поменьше, вот так что. Это жирно, да? Угу. Сейчас сметану побольше было. А мясо у нас свинина, карбонат. Яйцо одно, можно два. У нас, думаешь, что-то вкуснее будет? Ну, хватает, чтобы пожиже было. Два. Понятно. Приправу. Хмели-сунели, например. Это перца. Можно просто перцем. Чтобы запахом было. Хмель-сунели. Где бы был хмель-сунели? А может, хмель-сунели, перец, да? Угу. Соль. Соль пахнулся. Соль, что Кеша сказал? Что? Кеша придурок. Кеша придурок. Ну, Кеша любит разговаривать. Вообще, самокритичный попугай. Ну, там отчетливо будет слышно. Ага. Кеша, опять молчишь? Немного, запрещает придурок. Угу. Ну, них все равно лучше. Чего вымыть потом из-за этого? Можно белки. Ну, так. Вот лишний раз. Емкость из фикс-прайса, это выудобные. Правда, насыпается хмель с унылой не очень, да? Угу. Тяжелее на приправе, чем перец. Я сюда для шашлыка добавляю. Приправа для шашлыка? Угу. Еще плюс хмель, сумель, приправ для шашлыка? Нет. Ну, я так доведу. Понятно. В общем, либо хмель, сумель, либо приправ для шашлыка. Либо просто перец. А вот которую купила ты для мяса. Нужно было ее добавить. Да, она с паприкой, по-моему, там идет приправа. Плохо сыпется. Угу. Если ее открыть. Достаточно. Хорошо солить. Вчера хочу, чтобы ящики раскидали. Поправки. Все, у нас все нормально. Теперь надо пить мясо. И в холодильнике оставить на 2 часа. А, замочить надо? А, я думала, странно. Потому что она мягче стала. Зачем? Это же свинина. Курицу можно сразу, она самая мягкая. Ммм. В общем, 2 часа еще нам ждать. Нам только к ужину, да? Не к обеду. Да. Я думала, уже есть. Будем сейчас все замочим. Полчаса максимум полежит. Все надо отбивать. Ну, давай будем отбивать. Через пакетик, да? Угу. Чтобы не рвалось. Пока Настя готовит, я ем мороженое. Почти съела. В такую жару лучше, наверное, фруктовый лед есть. Ну, тоже холодненький. Сначала крупный, потом я мелкий вбиваю. Чтобы потоньше будет. Пожариваю сюда мягкий. Угу. 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 Отбивные 2 часа в маринале. Теперь с двух сторон обваливаем в муке и обжариваем на среднем огне. А на гарнир у нас гречка и салат огурцы, помидоры, ледиска. Роккола выросла, вкусняшка будет. Пока дочь жарит котлеты, я сижу руку в салат отбивные. Отдыхаю я в готовке, но от огорода никто не даст отдых. Я потому что ложку размешала. Попробую огурчик, редис-каучок, горчичное масло. А я сегодня себе такой фронт работы назначила. Розы нужно обрезать. Какие отсвели? Вот уже она отсвела, а нужно обрезать. Обрезать розы. Вот изо всех этих роз, которые сейчас показывали, вот этот куст, вот этот вот. Нежно-сиреневая, видите? Все-таки в этом году вовремя их побрызгали от тли, и они как-то вот эти дыны, вот этот куст, он не болезненный. Но, вот смотрите, видите, они вот еще не отсвели, но почему-то начинают полить. Не знаю, может болезнь какая-то. Но я не это хотела сказать. Я хотела сказать, что вот это единственные розы, которые нежно-нежно пахнут. У них такой нежный-нежный аромат. У остальных роз вообще нет никакого аромата, которые вот здесь растут. В палисаднике у меня, да? И вот смотрите, какой огромный вот этот куст. Ну, кусты вообще жуткие. Сейчас просто отойду. Я их уже и обрезала, видите? Обрезала все на одинаковом уровне. Но почему-то обязательно две ветки, вот две ветки вырастают бешеные. Они вот видите, вот видите, забор. Вот одного на забор. Практически мой рост. Не знаю, как-то сделать, чтобы они были меньше. Ну, пусть, может, и больше будут. Вот одиночная роза не успела я ее срезать. Быстро спустилась. Может быть, какие-то вороны летают. А, нет, врачи. Вот она уже такая вот, то начинает то видать. Поэтому я не буду резать, в разушку встать. В общем, вороза на меня вот такой фронт раун. Кроме того, нужно сходить еще сегодня мне в фикс прайс найти. Это фикс прайс в ветер. Этот ветер будет, по-моему, субботы с вечера, как начался с ночи. Будет бешеный. Вот видите, что делается. Сегодня понедельник. Дует шуткий ветер. Ну, зато прохладнее стало. Сходить в фикс прайс, купить эти куврики закончились. До знакомых. Дойду в гости. В нами позвала. На чашечку чая. Кофе я не пью. Я говорю, кофе я не буду. Приходи на кофе. Кофе не буду. Я говорю, чай попью. Чай попью. Еще мне нужно сделать сейчас, наверное, пока еще время есть. Прополю грядочку с зеленью. Нужно прополоть грядку с зеленью. У меня уже тут практически не видно укропа. Самое интересное, видите, два ряда. Нет, три ряда петрушки практически не взошло. Чуть-чуть кучерявая не взошла. Зато, смотрите, рукола, как хорошо выросла. Я вот ее уже срезала. Вкусная, офигенная. Нравится она мне. Сейчас еще залила. Ну, чтоб прополоть, да? Прополоть буду без перчаток. Потому что, видите, вот такая мелкая трава. Санька называется. В перчатках ее неудобно выдергивать. Никак с корнем не получается. Здесь сейчас придется продергать ее в рядах. Травы всякой полно. Хочу еще рассказать. Я в детстве. Я не помню, сколько мне было лет. Не знаю. Большенько уже была. Может, лет десять было. Было мне. Ну, я какая-то такая, знаете, заторгоженная росла. Я вспоминаю, как была в своих мыслях. Я постоянно то лепила из пластилина, то рисовала. Сидела. Ну, и занималась. Одной. Никогда скучно не было. Мне все время хватило для себя какие-то занятия. Мне сейчас самой собой не скучно. Я само собой люблю дружить. Может, конечно, какие-то тихие помешательства какое-то. Но мне вот одной нравится. Быть, по крайней мере, в Армении скучно. И мама меня попросила, лет десять давно, по-моему, было. Попросила, говорит, Свет, сходи в огород, пропали грядку со свеклой. Ну, что, я пришла, смотрю, ага, свекла вся заросшая. Нарухлеще, чем вот сейчас-то я помню четко. Ну, я взяла, и все, начисто, начисто, все ее продергала вместе со свеклой. А ведь, знаете, сама понимаю, что у меня, что это свекла. Я дергаю, сама понимаю, что я дергаю свеклу. Но сама о чем-то думаю. И вот продергала, у меня такая чистая грядка. Прихожу домой, мама говорит, спрашивает, ну, ты что, продергала все там? Я говорю, давай все продергала. Она, конечно, пошла посмотреть, что я там сделала. Приходит, ой, как она меня ругала. Ой, это какой-то уж ты о чем думать. Ты что, свеклу все продергала? Она тоже такая бывшенькая подросла. Ну, в общем, я же говорю, какие-то странности в детстве были. И вот сама с собой, с мыслями со своими. Куклы очень любила играть. У меня пупсики были, помните такие пупсики? На них одежду шили, одежду такую. Продавались пупсики. У меня было столько много пупсиков. И мы с подружкой, у меня была старше меня, Люба. Люба Прилепина. Люба Прилепина, по-видимому так и была. Она была, наверное, год на три старше меня. Она меня учила, как играть в эти пупсики. Учила меня шить одежду на этих пупсиков. Жизнь сплошной казус у меня всегда с самого детства. Вот. А как вот в перчатках? Я не знаю. Ну, чтоб он помогла. Руки всегда в грядках. В грядках все. И без перчаток работаю. Потому что, ну, это невозможно. Продергать траву. 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 В перчатках. Вот видите. Чапа, ты кого там увидела? Загавкала. Кого? Чапа, фу. Это же я стукнула об забор. Ха-ха-ха. Кто-то стукнул. Спряталась от ветра в беседке. Тоже продувает. Жутко если видно, видите, сзади шевелится. От ветра жутко разболелась голова, пока все было. передела пока обрезала розы и прополола грядку пока прополола это все впитала быстро вода впитал подержал сан песчаная почва пророхлила ее уже между рядочками где что взошло обрезала руку ужин у меня есть так что я не высся собираюсь иду к знакомой по пути зайду фикс прайс куплю вот эти куврики для посуд для сушки на закончились чай куплю в пакетиках который все время покупаю себе зеленый посмотрю по ходу ну по-моему и схеме у меня еще ничего не закончилось всем пока пока спасибо что были со мной не забывайте ставить лайки писать комментарии заглядывать инфобокс до новых видео